Успел я только порадоваться тому, что мне вновь восстановили интернет, как уже через неделю я имею примерно вот это. Поэтому, продолжая тему без интернетных историй, пока мой провайдер пытается восстановить интернет, сегодня я хочу рассказать о том, как я решил окунуться в далёкое-далёкое прошлое во времена второго Варкрафта, того самого древнего 95-го года выпуска и сделать это в 2021 году. Хочу рассказать о своих впечатлениях, о игроках, которые там, оказывается, существуют, также затрону тему сюжета, модов и ремастеров для этой старой игры. Как так получилось, что в 2021 году у меня, в принципе, появилось желание откатиться на 26 лет назад и оказаться во втором Варкрафте. Второй Варкрафт я пропустил и начал играть только с третьей частью. Я много раз косвенно затрагивал второй Варкрафт на канале, как правило, в контексте каких-то событий, которые плавно перетекали в World of Warcraft. Ну, например, во втором Варкрафте был некий клан орков-любителей цветов, который должен был стать частью Дренора, но который был удалён на бете. Или какие-то локации или предметы, имевшие огромное значение во второй части и имеющие худо-бедно какое-то продолжение в World of Warcraft. И таковых вещей, как оказывается, очень много. Или посмотреть, как на худой конец менялись локации. Например, тот же всеми известный город Стратхольм во времена второго Варкрафта был портовым городом. В отличие от того, что есть в World of Warcraft. Так что желание хотя бы немного попробовать своими руками, что же это такое, хотя бы немного, у меня было давно. Но руки до этого долго не доходили. А окончательной поворотной точкой стал один вечерний разговор с товарищами в Дискорде. Аля, давайте во что-то поиграем. На что следовал контр-вопрос? Давайте. А во что? Появилась идея поиграть в Третий Варкрафт. Старый, добрый и многими любимый. Да вот особо желающих покупать его не было. А старые альтернативы имели свои проблемы. Например, раньше был очень и очень популярный ресурс под названием Гарена. Гарена – очень древняя штука, которая позволяла игрокам Третьего Варкрафта и других старых игр играть вместе, создавать серваки, играть в коопе, играть вместе на кастомных картах и так далее. Даже в какой-то мере можно сказать, что львиная часть движа Третьего Варкрафта происходила именно там. Это был невероятно полезный и популярный ресурс. Но, к сожалению, его судьба была плачевной. Примерно во времена выхода Warcraft 3 Reforge, по каким-то причинам, Гарена была закрыта для старых игр, в том числе и для Третьего Варкрафта. И, соответственно, некогда легкий способ играть двум и более игрокам вместе, стал неактуальным. Альтернативные горения клиенты по типу Ирины Бота либо вызывали технические проблемы у некоторых из нас, либо были неактуальными, либо просто вызывали подозрения. Вот примерно в тот момент и появилась идея. Раз уж не можем разобраться с Третьим Варкрафтом, давайте попробуем Второй Варкрафт. Да и, как я говорил, желание было, да вот руки до этого не доходили. И вот наступил момент это исправить. До сего мои представления о ныне существующем сообществе игроков Второго Варкрафта в реалиях 21 года были примерно такими. Где-то в Америке, где раньше был крайне популярен Второй Варкрафт, есть небольшое сообщество крайне ностальгирующих людей, которые иногда по приколу собираются поиграть по вечерам какого-то выходного дня. И дай бог, чтобы их количество было сравнимо с вымирающим пиратским сервером в Ворде Варкрафте. Возможно, есть какая-то кучка древних игроков где-то в Британии или в отдельных частях Европы, но не более того. Поиски способов поиграть привели к совершенно неожиданным результатам. Даже не знаю, как передать мое удивление, что как оказалось, одно из главных, если не главное, сообщества игроков Второго Варкрафта, это русскоязычные игроки, которые поддерживали чуть ли не единственный существующий сервак по Второму Варкрафту. Даже клепая время от времени обновления, кастомные патчи, кастомные карты, кастомные кампании и проводя небольшие локальные турниры. А те же американцы хотят или не хотят, но должны с ними взаимодействовать. Как так получилось, я даже представить не могу. Я бы понял, если бы речь шла о Третьем Варкрафте, который действительно имел большую, огромную популярность в русскоязычном регионе, но уж точно я не ожидал этого от Второго Варкрафта. Тем не менее, эта находка, это известие было только большим, я бы сказал, жирным плюсом. Как минимум, в вопросах коммуникации проблем должно было быть меньше. Тем не менее, не стоит переоценивать комьюнити в плане количества. Как мне показалось, всё сообщество, включая интернациональное, это несколько десятков активных игроков и в несколько раз больше полуактивных игроков. Короче, эдакий маленький сервер по ворду Варкрафту, где все друг друга знают и где иногда проскакивают редкие новички в их рядах. Кто-то занимается созданием карт, кто-то пытается клепать свои компании, отдельные лица занимаются доработкой и обновлением игровых механик игры. Насчёт последнего пункта даже появился некий проект по названию War 2 Mod, с разными переделками и доработками второго Варкрафта. Давным-давно кто-то даже умудрился сделать локализацию Варкрафта на русский язык. Была переведена и более того, озвучена игровая кампания всей игры. Не то чтобы озвучка идеальная, но тем не менее, грех жаловаться. Вот пару фрагментов для примера. Хи-хи-хи, секундно! Я бы не делал этого, будь я на твоём месте! Шесть лет прошло современное первой войны людей и орков! Раньше, в плане сообществ, насколько можно предполагать, дела были несколько лучше. Раньше было сообщество игроков на ресурсе GOG, где, кстати, игра официально продавалась. Близзард некоторое время назад заключила эксклюзивное деловое соглашение с GOG, чтобы GOG поддерживал и распространял в электронном виде Diablo, первый Варкрафт и второй Варкрафт. А Близзард в это время сосредотачивал свои силы только на некоторых старых играх, которыми были первый Старокрафт, третий Варкрафт и второй Диабло. Остальное отдавалось GOG под их покровительство. И в какой-то момент жизни там действительно обитал значимый кусок игроков. Однако сейчас, насколько можно судить, он мёртв или практически мёртв? Например, если смотреть на всякие форумы, то просто чтобы найти игру, нужно собирать людей через форумы в надежде, что кто-то откликнется на длительное ожидание в поиске соперника, ибо в онлайне пустота. Так что в этом плане всё несколько печально. Кстати, забавно то, что то самое ныне живое комьюнити в какой-то момент разделилось. Если я правильно понимаю, а могу ошибаться, я в тиме не то чтобы много плавал, было одно целое интернациональное сообщество, поддерживаемое во многом RU игроками. Но потом игроки то ли что-то не поделили, то ли ещё что-то, и от них откололся американский кусок игроков в отдельное сообщество. Теории, почему это произошло, я слышал несколько. От того, что в RU сервере было слишком много токсичности, до каких-то локальных внутренних драм. Но, как говорилось ранее, ввиду крайне низкого онлайна, так или иначе, даже несмотря на разделение, все они с друг другом тесно, но взаимодействуют. Сыграв некоторое количество игр в Варкрафте, далее в последующие дни я двинул проходить кампанию игры. Затрагивая тему сюжета, сюжет в игре работает несколько необычно. Например, если в третьем Варкрафте есть одна цельная сюжетная линия, по ходу которой игроки несколько раз меняют свою фракцию, за которую играют, что тем не менее всегда приводит к какому-то конкретному концу. Во втором Варкрафте, грубо говоря, два отдельных сюжета за каждую фракцию. За Орду и за Альянс. И в каждой сюжетной линии ты, а вернее твоя фракция, побеждает противоположную фракцию. Играешь за Орду, побеждает Орда, проигрывает Альянс. Играешь за Альянс, проигрывает Орда, побеждает Альянс. Сама затравка сюжета, цитирую википедию, примерно такая. Первая война, показанная в первой части Варкрафта, окончилась с падением Штормграда, и город лежал в руинах. Выжившие бежали по морю в людское королевство Лордерон, и орки решили покорить земли к северу и присоединить Лордерон к себе. Орда почти разгромила нацию Азерота, и Андуин Лотар составил отчаянный план. Собрать людей и привлечь помощь бывших соперников человечества, эльфов и дворфов. Король Теренос созвал лидеров своих соседей, и после долгих обсуждений и планирования, они согласились сформировать Альянс Лордерона. Однако в Альянсе были внутренние конфликты. Правитель Гилнеса, Седогриф, не желал предоставлять помощь, кроме минимальной. И Королевство Альтерака, а вернее их высшее знать, тоже мешкает присоединяться к Альянсу. Однако в Орде тоже было много конфликтов и противоречий. Обе стороны собрали союзников и накопили силы, готовясь к новой войне. Если говорить о сюжете со стороны Альянса, то итог кампании, не беря в расчет дополнения, был примерно такой. Силы Альянса начали оттеснять силы Орды, отбивая, окружая и уничтожая стратегически важные места. Альянсу удалось оттеснить силы Орков к Темному Порталу, откуда они вторглись в Азерот. Где и произошла главная битва, в которой Альянс победил, уничтожил силы Орков и разрушил с помощью магии Темный Портал. А остатки Орков либо попали в плен, либо сбежали. Для Орды итог кампании был таким. Орки успешно продвигались по Восточным Королевствам, щемя и уничтожая город за городом. И захватывая стратегически важные объекты и инфраструктуру. Была великая и мощная битва за Даларан, один из важнейших городов людей и магов. А в конце идет битва за Лордерон, главный город людей, который оканчивается безоговорочной победой Орков с последующим уничтожением Королевства. Кстати, интересный факт о сюжете второй части от разработчиков. Дали цитата. После первого Варкрафта, и когда мы говорили о создании Варкрафта 2, примерно неделю у нас была идея открыть еще один портал и заставить Орков вторгнуться в современный мир. У нас была целая катсцена, мы думали, что там будут драконы, истребители, перестрелки и все такое. Но потом мы подумали, это будет странно, это будет отстой, это не будет Варкрафтом. От этой безумной идеи на этапе разработки, к счастью, разработчики отказались, и сюжет игры получился таким, каким он есть сегодня. Комьюнити второго Варкрафта, как бы это странно ни звучало, не ограничивается вторым Варкрафтом. Есть и были целые фанатские сообщества, которые пытались перенести вторую часть на новый движок, обновить игру под новой реалью. Таких попыток за более чем 25-летнюю историю игры было очень много. Одни просто клепали HD модели и патчи, другие переносили игру на движок третьего Варкрафта, третий делали клоны на кастерных движках. Самый амбициозный, громкий и ныне наиболее известный проект называется Хроники Второй Войны. В третьем Варкрафте много лет назад появилась группа энтузиастов, которые решили воссоздать второй Варкрафт на движке третьего Варкрафта. Они хотят перенести сюжет, миссии, адаптировать игру, переделать игровые модели на современный лад, включить в это дело озвучку и так далее. Только будут некоторые местами важные отличия от оригинала. Например, сюжет станет более линейным в отличие от оригинала, как я описывал ранее. Сюжет будет опираться как на оригинальную игру, так и на книжные серии Варкрафта. Сценарий сделан примерно так, чтобы закрыть логические пробелы между старой игрой и актуальным лором игры. Хорошим актуальным лором игры. Разработка всего проекта длится примерно 10 лет и началась задолго до выхода Warcraft 3 Reforge. Ну а работа, проделанная для этого, просто титаническая. Так что, говоря о втором Варкрафте, во многом стоит отметить именно этот проект, который является на данный момент одним из самых больших и известных проектов по второму Варкрафту, если вообще не самым большим и известным проектом. Вообще, в плане ремастеринга второму Варкрафту, раньше несколько не повезло. Еще в далеком 13-м году прошел слушок, что небольшой отдел Blizzard работает над обновлением игры под современные компьютеры. Еще через пару лет команда, отвечающая за ремастер старых игр, рассматривала вариант сделать ремастер первой и второй части Варкрафта, но этим планом не было суждено случиться. Было сочтено, что релевантнее, выгоднее и интереснее делать ремастер сразу третьей частью, опустив где-то там на второй план первую и вторую части игры. Одна из основных причин это востребованность. Кто бы что ни говорил, но третий Варкрафт является гораздо более популярным, чем второй Варкрафт. Если подытожить, мое пусть и короткое приключение оказалось весьма интересным. Как минимум я не ожидал увидеть активную руку комьюнити по игре, которой больше 25 лет, ну а сам второй Варкрафт, каким бы старым и забытым ни казался, продолжает какую-никакую жизнь, где по-прежнему есть свои энтузиасты, мододелы, любители создавать ремастеры игры и даже свои локальные драмы и легенды. Ну что же, по сути на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!